Сэс-контроль, сэс-контроль. Вот так мы работаем, работаем, да, 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 да. Всем привет, друзья мои. Сегодня я бы хотела рассказать вам еще очередную историю, которая закончилась печальным образом, но она считает себя счастливым человеком, что все так не закончилось. Значит, расскажу вам подробно эту предысторию. Она познакомилась с ним таким образом. Ее познакомили тоже кто-то из знакомых. Сказал, что это очень порядочный человек, хороший, он тоже хочет встретиться, жениться на славянке. И познакомили их в интернете, они переписывались, у них дошло до любви по интернету. Вы знаете сами, как часто это происходит. Он красиво говорил, все писал, рассказывал. И настолько у них отношения дошли до такой серьезной точки, что она нашла меня в Ютубе и попросила несколько советов. Так как у нее не было опыта общения с турецкими мужчинами. Эта женщина имеет взрослых детей, и в итоге хотела как-то найти свое счастье. Уже поняла, что дети у нее уже пристроены, дочка замужем, живет в другой стране, и сын тоже, у него своя семья у сына. И она решила как-то, как-то, вот попался ей такой человек, и она решила податься своим чувствам. Они долго переписывались, у них были такие планы, что она приедет к нему в Турцию. Он сначала все ей говорил, что я куплюсь. Но она мне просто спрашивала, так ли это или нет. Как можно узнать, разведенный он или женатый. Я ей все так советовала, как и вам советую. И она так поняла, что он действительно в разводе, этот мужчина. И у него сын учится, он ему помогает, и у него зарплата 4 тысячи долларов. Я думаю, боже мой, ну где же такая у него зарплата? Где он заработает? Он говорит, на стройке работают. Ну ладно, пропустили это. Они планировали встретиться летом, и она должна была уволиться с работы и окончательно приехать, выйти замуж. Ну, о перемене Веры не было речи. Это значит, о том, что она возвратится, тоже не было речи. То есть она должна была приехать и выйти замуж. Все. Вот такая вот была у нее история. Продолжались постоянные переписки. Ну, ни о чем. Уже как-то так вот. Все вроде спросили, все. Но она была в процессе изучения турецкого языка. И он начал постепенно как-то исчезать, не так часто общаться. Вот она ему напишет, а он, допустим, как-то спустя, наверное, может, 4-5 месяцев, так как началась пандемия, все это закрылись ограницы. Отношения их стали меняться. То есть он не часто выходил на связь, хотя она видела его, что он там, но он иногда просматривал сообщения, иногда мог ответить, иногда мог не ответить. И вдруг он начал, у него произошла трагедия. Почему трагедия? Потому что он исчез. Хотя он ее познакомил с сестрой по интернету. Все ждали, что это его будущая жена. Он показал квартиру ей, что он делает ремонт, купил кровать, готовится к их приезду. Но он говорил, что у него несколько квартир. Потом вдруг так получилось, что эта женщина, когда уже почувствовала какое-то охлаждение по интернету, уже начала обращать внимание на мелочи, которых она раньше не замечала. Он ей как-то говорил, что он живет на четвертом этаже, а тут вдруг они разговаривали по связи. И она увидела, автобус проехал там через окно, машина или автобус проехал. Она говорит, а как так? Ты же на четвертом. Ну это на четвертом я там сейчас квертваренду сдаю. И, мол, сейчас живу здесь. Понимаете, что-то, что-то начало всплывать, какие-то подробности. И когда он ей отправлял фотографии, там была квартира вообще в ужасном состоянии, пол такой цементный. Она начинала сомневаться, присылала мне фотографии. Мы узнавали с Ашкымом про него. В Фейсбуке он был под одной фамилией. Паспорт ей присылал совсем другое. И он все это говорил, что не хочет показываться. Что-то придумывал, какие-то причины. Затем она заметила, что какая-то женщина постоянно ему лайкает там на все его посты. И она мне спросила, как мне быть. А ты напиши Ашкембини, вот так пиши ему всем. И эта женщина вроде бы отпала. Он говорит, ух, какая ты ревнивая, там то и сё. Ну в общем, какие-то мелочи. Она меня всегда спрашивала и всегда побеждала то, что я говорила ей. Но, друзья мои, самое интересное впереди. Это охлаждение и эта редкая переписка уже стала привычкой. Хотя эта женщина говорит, я настолько привыкла, что мне его как-то не хватает. А он мне отвечает. Потом у него произошла трагедия. Наконец-то дошли. Он сказал, что вот эта сестра, которую он ей показывал, она попала под машину в аварию. Хотя она упала, у неё был перелом. И как её сбила машина, когда она не выходила из дома. В общем, одно с другим не связывалось. Придумал такие истории. Ну а мы-то подумали, что это правда. И вдруг он говорит, начал. Ты говорит, почему ты мне не отвечаешь, когда я тебе пишу? Он говорит, я занят. Почему занят? У меня траур, у меня умерла сестра. Я 40 дней в трауре. Я 30 месяц должен кого-то, всех кормить, соседей. Как кормить? Почему мы не обратились с мужем на это внимание? Говорит, я тебе вечером, когда у меня будет время, тебе позвоню. Работу он свою оставил. Вроде бы его отпустили там со стройки. Так как у него горе такое. Работу он оставил. И он так говорил, что я ухожу 6 часов, чтобы людям раздавать еду в честь трау смерти моей сестры. Представляете, такое придумал, просто смешно. И мы открыли глаза, что такого нету. Я всех спрашивала. И Тургов, и моего мужа. Он говорит, ну нету такого. Он что, сам ходил, готовил это? Как здесь в Турции делается? Если умерла сестра или кто-то родственник, они просто заказывают или Ахмалахманчун, или какую-то еду. Накрывают стол, приглашают и всё. Сервис всё делает. Не надо ничего самому готовить. А он сказал, что он будет делать это целый месяц. Это нам не понравилось. Понимаете, искал такое вообще, находил такие причины на своё отсутствие в интернете и на связь с этой женщиной, что было очень смешно, и такого не может быть. Эта женщина наконец-то поняла это, открыла глаза на многое и начала вспоминать те факты, которые она раньше не обращала внимания. Ей это очень не понравилось. И она ему начала от него отторгаться. Дело дошло до того, что она начала отталкиваться от него. И вот тогда он обратил на неё очень сильно внимание. Когда женщина отталкивает мужчину, мужчина, если хочет, он завоюет её. Он достал её этой перепиской и в грубой форме, начал её угрожать. Было и такое, что он её оскорблял. Оскорблял вообще. Он ещё ни с ней ни разу не встретился. И он придумал разные причины, что она имеет кого-то уже, что он этот. Он её оскорблял. Матами. И такой у него страх был. Когда она прислала нам его фотографию, моему мужу ему сразу не понравился какой-то бандит. Он непорядочный. В каком смысле? И он, значит, всё время ей, несмотря ни на это, говорил, я куплю тебе билет, я куплю тебе билет. Самое интересное я пропустила, до того, как эта всё ссора их произошла, он всё время говорит, я куплю тебе. Да, Август пришёл, и она говорит, мне нужно увольняться или брать отпуск. Как мне? Я, говорит, тебе скажу. Она сказала ему, скажи мне, я должна, говорит, за месяц принять решение. То есть у нас так легко на работе не делается. Скажи мне, мне увольняться или брать отпуск? И, друзья мои, он исчез. Он исчез на три дня. Вот началось всё с этого. И потом появился, как будто ни в чём не бывало. И после этого стал вот так постоянно исчезать. И потом эта история с его сестрой и тому подобное. Что я могу сказать? Потом началась жесть. Но он говорил, что купит билет. Если тебе билет, тебе это главное, да куплю я тебе его. Да что ты, мол, переживаешь? У меня проблемы, у меня сестра, у меня ещё что-то там, у меня траурь. Я людей кормлю целый месяц. Понимаете? А билеты вообще он не этот. Я сказала, он ждёт, пока ты билеты сама купишь. Он не тот человек, которым себя представлял. У него нету ничего. Он настоящий бандит. Я ему так уже, когда он начал её оскорблять, он, знаете, что делал? Он звонил и говорил, быстро ответь мне. Посмотри, как я сожгу нашу кровать. Как она горит, быстро. А она работала, она не могла ответить. Он ей писал гадостей. В общем, он потом на неё напал. Он не оставлял её в покое. Вот я сейчас сожгу всё. Я тебе, вплоть до того, что он говорил, что у него есть человек в том городе, где она живёт, он придёт, убьёт её, убьёт её сына и убьёт её дочку с внуком там совсем. Представляете, как он на неё нагнетал её настроение, её состояние? Я говорила, боже мой, солнышко моё, да не переживай, он на расстоянии, ничего тебе не сделает. Когда она ему говорила, ладно, приезжай ты. Он говорит, я не могу, у меня, говорит, нету разрешения и паспорта, нету, чтобы приехать. Понимаете? Потому что его Турция не могла выпустить. Он был нечист, поэтому у него было имя одно в Фейсбуке. На самом деле он другим был человеком. Так что, мои хорошие, чем закончилась эта история? Она длилась очень долго, очень долго. Поэтому я сейчас могу сказать вам, что она длилась очень долго. Где-то всё лето, наверное, месяца три, не оставляла её в покое. Она заблокировала его везде. Он звонил с других телефонов по WhatsApp и всё время угрожал, что ей грозит беда. Она была в панике, она ночью мне звонила, трясётся. Да успокойся тебе. Он говорит, я каждому шуму прислушиваюсь, что придут меня убивать. Я говорю, солнышко, ну как так может быть? Кто много говорит, ничего не делает. Это факт. Так что, мои хорошие, не слушайте, не верьте тому, кто много говорит. Слушайте тому, кто много делает. Чтобы не попасть в такие ситуации, не подпускайте близко человеку к сердцу, пока вы с ним не встретитесь. Если вы не сможете поехать, пускай человек придёт. Но если вы кому-то цены дороги, он обязательно будет вместе с вами. Это история, пример для многих. Недавно я переписывала с этой женщиной. Она говорит, Светлана, я слава Богу, заблокировала его как могла. Вообще она WhatsApp, всё, все сети она удалила. И я, говорит, начала новую жизнь. Наконец-то я, он от меня отстал. Он её так терроризировал. Два месяца угрожал, но ничего не мог сделать. А она зашла уже, её мечтала о Турции, мечтала о том городе, в котором он жил. Она зашла, говорила, я начала изучать турецкий. Я познакомилась со многими девочками, присоединилась к группам того города, где этот. Я всё знала, я изучала и менталитет турецкий. Вот, понимаешь, она говорит, я и плюс благодаря этому мужчине тоже, она, говорит, потом уже так со спокойной душой рассказывала, что я много и плюсов получила. Я выучила турецкий, начала общаться с друзьями, но это я всё перекрыла, всё. И она говорит, что я начала новую жизнь, я уже никого не хочу, никакого турецкого мужчины, не общаться, ничего, какое счастье, что я не поехала. Если бы она приехала, он говорит, я тебе куплю, потом начал говорить, билет только в один конец. Мой муж говорит, он купит билет, возьмёт её паспорт, порвёт и всё. Она не сможет ничего сделать. Вот так вот. Будьте осторожны, проверяйте всё перед тем, как приехать к мужчине. Бывают, девочки, такие ситуации, просто вы не представляете. Не надо никому верить. Мужчина, который попросит вас денег, который не купит вам билет на дорогу, который будет придумывать причины, чтобы не ответить вам на звонки, это не ваше, поймите, отпустите этого. Есть миллионы других мужчин, которые достойны вас. Так что история, наверное, была интересная. Я думаю, что я всё сказала. Не буду много говорить, потому что много очень времени натигало. И буду впредь рассказывать другие истории. Я прошу вас, не осуждайте эту женщину. Она вообще, не оскорбляйте никого, мои хорошие. Просто пишите своё мнение. И буду заканчивать на этом. Всё, пока-пока. С вами была Светлана Та. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Колокольчик там есть. Нажимайте на него, и уведомления о моих видео новых сразу к вам придёт. Всё, пока-пока.